Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Два понедельника к ряду мы беседуем с вами о теме философии возраста, о том, как человек может познавать и понимать себя через понимание собственного времени. В прошлый раз мы говорили о молодости и зрелости, сегодня нам предстоит переход к старости. Мы будем говорить о старости с доктором философии Сергеем Александровичем Лишаевым. Здравствуйте, Сергей Александрович! Здравствуйте, отец Сергий! Здравствуйте, дорогие зрители! Сергей Александрович, прежде чем мы начнем, я вот тут себе выписал цитату из апостола Павла. Потому что, мне кажется, ну, может быть, те, кто нас смотрят, такие фундаменталисты, они могут подумать, да как это вообще связано там с православием? И мне хочется цитаты кое-что проиллюстрировать, которые, в общем-то, лежат в вашей эстетике другого. Итак, мы вас приведем к единству веры и познанию Сына Божьего. Станем же взрослыми людьми, и наша зрелость будет подобна всему, что мы видим во Христе. Тогда мы уже не будем младенцами, нас не будут носить волны, не будет завлекать ветер очередного лукавого человеческого учения. Мы призваны отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего по похотям, и облечься в нового. Ну, вот апостол Павел уже апеллирует теми терминами, которые прозвучали в нашем диалоге. Взрослый, зрелость, младенец, ветхий, о котором мы сегодня будем говорить, и новый. И вот, что называется, с места в карьер, кто же такой старый человек? В чем главная сущностная характеристика старости? Вот как происходит переход от зрелости к старости? И какие типы старости определяете вы? Да, ну вот в прошлой нашей встрече мы говорили о молодости и зрелости. И вот, если в молодости определяет некое жизненное содержание будущее, если в зрелости это возрастное настоящее, все свершается вот здесь и теперь, происходит сейчас, то в старости ситуация более сложная. Да. Почему? Потому что старость начинается тогда, когда мы понимаем, что возрастное будущее у нас отсутствует. То есть, собственно, особенность старости как возраста в том, что у нас нет будущего. Пока мы были детьми, мы будем взрослыми, вырастим. Когда мы были молодыми, мы будем зрелыми и сделаем то-то и то-то. Когда мы были зрелыми, мы делали, но у нас впереди была еще старость. Когда мы будем что-то тоже делать, подводить итоги, как-то жить по-другому. По-человечески поживем, как с вами пенсионеры говорят, только на пенсию вышел, только жить начал. Ведь по-настоящему это, да? То есть, по-разному можно относиться к старости. Но суть в том, что у нее есть некоторые принципиальные отличия, а именно то, что нет будущего. С одной стороны. С другой стороны, прошлого возрастного очень много. Да, собственно говоря, его гораздо больше, чем настоящего. То есть, возрастное будущее отсутствует. Прошлого биографического и возрастного много. Это значит, что в старости содержание в значительной мере, оно концентрируется в прошлом. Вот если тот я, о котором я думаю, как о моем подлинном или настоящем я в молодости, это в будущем, я из него живу сегодня в молодости, наполняя свою жизнь некоторым содержанием, в чем как бы радость или легкость молодости. В том, что даже если ты собой еще ничего не представляешь, и у тебя еще не очень получается, ты, конечно, переживаешь из-за этого, но у тебя есть некоторый образ будущего, образ себя в будущем, и который непременно, как тебе кажется, будет. Это будет. И это дает тебе смысл уже сейчас, наполняет. Твоя жизнь наполняется из будущего. В настоящем зрелости, когда я нечто выбрал, нечто делаю, у меня лучше или хуже, но что-то получается, я настоящий профессионал, я там отец семейства, мать семейства, у меня есть дети, я понимаю, кто я есть, лучше, хуже, но это есть. Вот в чем специфика-то? А когда мы говорим о старости, то вот это... И смысл... Почему мы говорили, что в зрелости очень важна длинная воля? Потому что есть некоторые цели, некоторые долговременные задачи, и ощущение осмысленности жизни, полноты существования, хотя бы выносимость ее. Возможно, когда? Когда я что-то делаю для реализации того, за что я взялся. То есть если в молодости можно было жить за счет того, что у меня это будущее есть, я что-то делаю, но в принципе, даже если не делаю, оно еще у меня время есть. Оно есть там, и оно обеспечивает мне сейчас чувство, что жизнь как-то осмыслена. Взрелся, для этого надо что-то делать. А в старости уже поздно что-то делать. И поэтому тот, кто я такой есть, моя идентичность, моя индивидуальность определяется, в общем-то, чем? Тем, что я сделал для многих людей. Но, повторяю, здесь есть как бы очень такие разные варианты. Вот старость, как ни странно, это время свободы. Может быть, с точки зрения выбора поведения, разных моделей поведения внутри возраста, то, что я называю возрастными этосами, возрастными нравственными характерами. Понятно, что этос не ограничивается возрастными характеристиками. Но, безусловно, можно говорить об этосе молодости, или внутри молодости этосе юности, этосе возмужалости. Мы немного об этом говорили. Внутри зрелости тоже, возможно, разные этосы зрелого человека. То зависит от того, как я понимаю свою зрелость, в чем она состоит, что она значит быть. Вот для человека всегда есть эти вопросы, которых нет для других существ. Силу нашей свободы, нашей способности сознания, то, что присутствие духа. То есть мы спрашиваем себя, вот я мать. Ну, мать спрашивает, а настоящая ли я мать? Что значит быть настоящей мать? Ты уже мать. Ну, вопрос этот состоит. Я, взрослый мужик, зрелый мужик, а что это значит? Разные люди по-разному, возможно, ответить на этот вопрос. Вопрос реализации – это еще один вопрос. Насколько я могу быть настоящей матерью такой, а я вот не такая мать, или я не такой отец. Каким быть несоответствием. Это человеческая такая особенность наша. И вот в старости как раз возникает большая свобода. Почему большая свобода? Потому что мы подходим к концу. То есть если в других возрастах взрослости перед нами еще есть какой-то другие возраст или другой возраст, то здесь перед нами впереди только смерть. если какое-то время есть, то оно не определено. Вот это как раз никто не знает ни дня, ни часа. Максимальную, как бы насущную, физиологически ощутимую, через болезни, неспособности, невозможности. Вот это я мог, взялся по привычке. Не смог. Ай, да. Сказать, не могу. Оказывается, не могу. Да, то есть человек по-другому ощущает вот эту самую конечность. Он всегда о ней помнит. Взрослый человек, в отличие от ребенка. Вот. Это и делает то, что он выходит в это ситуативное время большое, мыслит о своей жизни, как о жизни в целом. В целом. То есть здесь он ее просто-таки ощущает совершенно иначе, обостренно, если угодно, ощущает вот то, что жизнь может оборваться в любой момент. И это имеет огромное значение на сам характер временения. Он неизбежно здесь будет меняться и меняется. Почему? Потому что я не могу загадывать на будущее, так, как я загадывал в зрелости или в молодости. Потому что я себе там, вот я, хочу все изменить, стать вот этим или там заняться вот этим. Но достигну, успею ли я достичь этой цели? Если я умру, может быть, через месяц, или через год, или через два года. А то, что я хочу сделать, это требует гораздо большего времени и больших сил. То есть мы находимся в совершенно другой темпоральной ситуации. Вот эта темпоральная расположенность, наш внутренний возрастной расклад, временной, темпоральный, он заставляет внести нас коррективы в наш этос возрастной. Но, повторяю, вот именно старость предполагает большую такую вариативность в выборе этого, особенно как бы сегодня. Почему? Потому что мы живем в обществе пострадиционном, где любые модели поведения, самого разного, там, да, полового поведения, там, да, социального, в том числе и возрастного, они очень сильно размываются, собственно говоря. Суть постмодерна – это, как бы, размывание границ, устранение границ, когда все начинает переливаться через край, смешиваться и так далее. И таких жестких, скажем так, социальных парадигм, стандартов, каких-то представлений, задаваемых верой, там, религиозной традицией, там, обычаями народа, вот этих четких каких-то направляющих, которые принимались бы человеком, авторизировались бы ими, их, в общем-то, нет как чего-то однозначного. Они есть, но не являются предметом индивидуального выбора. При этом есть некоторые давления общественные, да, а в чем оно состоит? Да в том, что, то, что можно определить, как геронтофобия. Или страх перед старостью. Я вот как раз хотел, ты думал, геронтофобия, она накладывает тоже важный отпечаток на то, как мы проживаем. Люди безумно боятся старости. Люди безумно боятся старости. И это, конечно же, связано с чем? С неосмысленностью смерти. То есть, ведь смерть может быть осмысленной или неосмысленной. Есть физическая смерть, да. То есть, если у человека есть вера, например... А как можно осмыслить то, что не в твоем опыте? Ну, смерть, ты наблюдаешь как бы со стороны, но ты сам не приходил через эти врата. Конечно. Как ее можно вырослоить? Ну, собственно говоря, а что такое вера, как необличение вещей невидимых? Ну да. То есть, если мы верим, как раз в этом-то и сложно. То есть, в чем в этом плане? То есть, что дает вера вот в этом контексте осмысления индивидуальной жизни? Она дает то, что находится за пределами. Масса неизвестного остается. Что там будет? А как? Даже богословие дает разные ответы на эти вопросы, как бы, да? Ну да. В деталях, в общем, а так. Но, тем не менее, есть возможность через выход для верующего человека, через выход за границы земной, земного бытия, как-то эту смерть осмыслить, как некоторый переход. Вот, если мы берем человека, если угодно, родовой жизни, мира, традиционной культуры, даже не будем брать веру человека, ну, там, человека античности, там, или каких-то других эпох, да? Другой культуры. Здесь важно что? Что принадлежность к коллективному телу и во многом невыделенность индивидуального личностного, как бы, да, начала. Когда я... Вот это... Мне всегда рассказ замечательный Толстого. Здесь вспоминается «Три смерти». Лев Николаевич, как известно, отяготел, так сказать, к прощению и соединению с народом. Помню Платона Каратаева и прочее, прочее. Так вот, в этом рассказе рассказывается, маленький рассказ замечательный, очень толстовский, «Как умирает барыня». Она умирает. Она не хочет верить, что она умрет. Она тяжело болеет. Она извела своего мужа. Она извела всех своих родных и близких. Она этой смерти... Она к ней не готовится никак и не может ее принять. Вот как бы Толстой показывает вот это. С его точки зрения, толстовская, жалкая смерть. Вот умирает ямщик, который лежит в каком-то, постоялом дворе, тяжело болеет, сознает, что он умрет, принимает это то, что он умрет. Но он хочет, как бы, вот он говорит, там, своему какому-то приятелю-ямщику, говорит, «Слушай, вот я умру, ну, похорони меня там по-христиански, по-человечески, крест нормальный поставь. У него сапоги еще хорошие, типа, возьми их там, да? Хозяйке говорит, где он там лежит. Слушай, говорит, я это замучил, вас тут кашляют. Ну, ничего, скоро еще я уйду, там, отмучаюсь». Ну, и там последний умирает березка, которую рубит этот самый ямщик, с которой он должен крест срубить, так сказать. Она там трепещет поутру, омытая росой, так сказать, молча. Падает березка, тихо. То есть, ну, логика Толстого понятна. То есть, человек, когда он принадлежит, как этот ямщик, к этому родовому телу, когда это индивидуальное я, эго, оно не отщеплено и не выделено резко, ему легче принять смерть. Почему? Потому что род, племя, да, твоя семья, твои близкие, они живут. Ты от них не так. Конечно, ты отщеплен, но не так, как человек, общество модерна или общество просвещения, нового времени, там, свидетельно, скажем, да, или постмодерна. Когда все, когда человек является центром мира, когда он некий безусловный, абсолютный субъект, мыслится как автономный субъект. И вот этот автономный субъект, и он должен всегда исчезнуть. То есть, человеку даже такого родового, как бы сознания, раевого, как сказал бы Толстой, легче принять свою смерть. Потому что он именно не на уровне умственном, а на уровне живого ощущения, ощущает себя частью этого коллективного тела. Он еще не отщепился от него, так как отщепился современный человек. А современный человек, он отщепился, с одной стороны, от этого раевого тела, в этом мегаполисе, где каждый сам по себе, каждый в социальных сетях, и никто никому не нужен. Тысячи знакомых, ни одного близкого. Нет чувства. И семьи часто нет. А дети выросли и уехали. Что там? Зачем я? Они уже забыли. Вот. То есть, а при отсутствии веры, опять же, да, то есть у нас, или какой-то той или иной веры, да, но вообще какое-то представление об ином, да, в плане, то, что за, там, ну, мы говорили об индуизме, там, об инкарнации, там, перерождении, лучшее, там, в лучшее. Но здесь просто нет ничего в этой ситуации модернной и постмодернной. Поэтому, естественно, возникает геронтофобия, да, отталкивание, как бы закрыть глаза и не видеть. В некотором смысле такая инфантильная реакция избегания, вытеснения, да, то есть человек не знает, что с этим делать, и говорит, ну, я еще молод. Да, я вот вроде бы стар, но душой я молод. Знаете, как это вы говорите? Да, душой я молодой, я себя чувствую молодым. Конечно, это иллюзия. Душа — это не что-то отдельное от тела, человеческая душа. Она стареет вместе с телом. Тот опыт, который мы накапливаем, он не позволяет нам воспринимать мир, переживать вещи, те или иные, так, как если бы мы этого не знали. Да, то есть невозможно в старые мехи влить новое вино. И думать, что ты можешь быть душой молодой, молодым оставаться, при том, что ты сам старый и прожил там 70 лет или 60. Так можно думать, обманывая себя? Потому что, на самом деле, это, конечно, как мне кажется, не так. Вот. И вот в этой сложной ситуации как раз и возникает развилка, о чем, может быть, мы сейчас поговорим, какие типы старости. Да. Но единственное, мне вот, прежде чем мы к этому перейдем, хотелось бы, вот вопрос все-таки соответствия, так, скользь мы все равно о нем говорим. До вот этого момента мы возраста различные все-таки определяли именно какими-то годами прожитой жизни здесь, да. Но мы, например, знаем, что, иногда бывает так, мы говорим, ну, ты не по годам зрел. Да. Да, там, в 13 лет, когда еще человеку должно быть, ну, это как бы только первый возраст зрелости, а он уже там не по годам. Или, скажем, человек, ребенок, допустим, прошел войну, блокадный Ленинград. Много что видел. Да, много чего видел, и опыта у него уже к 8 годам столько, сколько нет, например, у меня там, и он, мы говорим, не по годам мудр, опытен и зрел. Бывает, наоборот, со старостью, да, как шутка существует, да, что мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни. Вот. И бывает действительно такая, как вы правильно сказали, инфантильная старость и такая инфантилизация. То есть, вроде бы, человеку там 70, 80 лет, а он все хочет скакать козлочкой или козликом, там, 12-летним, и думает, что он там еще юн, молод, и ему на танцы надо. Вот, все-таки, тогда получается, чем определяются вот эти вот возрастные периоды и как установить эти соответствия, как вот вы, как философ в данном случае, видите, какой выход-то, как своевременно вступить, опять, своевременно, да, в свое время вступить. Время разбрасывать камни, время собирать. Да, как уловить эту связь, как наладить это взаимодействие со временем. Да, но вот это взаимодействие, о котором верно совершенно, то есть обстоятельства могут это сдвигать, да, действительно, человек там, особенно раньше это могло быть, там, умер отец, и старший сын вынужден там в 13 лет, в 15 лет взять заботу, он не может в полной мере заменить отца, но он вынужден его в той мере, как он способен, заменять, по отношению к своим братьям, сестрам, к матери, мужские обязанности выполнять и так далее. Он, конечно же, взрослеет быстрее, да, но все-таки не в одночасье и не мгновенно. И человек сложен и в одних аспектах, там, где он быстрее берет на себя ответственность, он взрослеет быстрее, а там, где, например, у него этого опыта нет, словом говоря, как хозяин, я уже повзрослел, как бы, и уже, уже не подросток, например, да, уже человек вполне себе возмужал, или даже зрелый, а вот в любовных отношениях у меня те же волнения, переживания, как у подростка, то есть, вообще, как бы ситуация в разных, как бы, измерениях жизни, созревание, взросление, оно может происходить неравномерно. Мы берем некую модель идеальную, там, условно, что вот оно примерно параллельно идет. На самом деле, здесь возможны такие вот, как бы, смещения. Но, опять же, они, тем не менее, имеют границы. Да, то есть, все-таки, более того, когда человек очень сильно забегает вперед или отстает, это всегда чревато, ну, скажем так, нежелательным последствием. Мы знаем судьбу детей вундеркиндов. Иногда не от него это зависит. Иногда не от него зависит. Но вопрос в том, как окружающие к этому относятся. Они способствуют тому, чтобы человек как можно быстрее, например, стал взрослым. Или стараются сохранить ему детство. Говорят, не надо, не будем его специально, как бы, да, как говорится, растение можно подкармливать и выгонять его побыстрее. Иногда качество бывает не таким, когда оно развивается естественным образом, да, и так далее. То есть, есть, возможно, какие-то люфты и зазоры. Это отдельная тема. Сейчас не будем укладываться, вернемся к старости. Так вот, если вернуться как бы к старости, то, конечно же, вот у человека, вот здесь, может быть, даже, как мне кажется, больше, чем в других, в других возрастные периоды жизни, большую роль играет наш выбор. Что мы выбираем? Как мы представляем себе смысл старости? В чем он для нас? Это осмысление возраста, которое неотделимо от осмысления жизни в целом и того, что есть человек и что есть я, оно как раз, может быть, здесь сказывается наиболее, что и рельефно. И вот здесь несколько таких развилок, да, то есть, во-первых, старость можно признавать или не признавать. как бы такая инфантильная позиция, когда я, насколько это возможно, не признаю. Но если жизнь продлится достаточно долго, то все равно признать придется. Радикулит, прочие вещи для окружающих, да, заставит это сделать рано или поздно. Ну, если, опять же, жить продлится. Вот. Но если мы жизнь, если мы признаем себя старыми в какой-то момент, вынуждены признать, то вот здесь важно еще для меня понять это различение понятия принятия и непринятия. Можно признавать, но не принимать, а можно признавать и принимать старость. То есть принятие старости означает, что вы видите в старости возможность некоторого жизненного содержания, которое можно реализовать именно в старости и только старости. То есть жизнь не полна без старости. Да, вот, наверное, это тоже популярная такая вещь. То есть хорошо умереть молодым. Жизнь после сорока это гадость. Такие романтические там, или там после тридцати там разные версии там. Кавалергардов век недолго. Потому так сладок он. А остальное все это гадость. Да. Вот, то есть принятие старости как раз означает, что мы видим в старости что-то, что нельзя заменить никаким другим возрастом. Жизнь не полна без нее. В ней есть смысл. Ее хорошо и радостно и замечательно можно прожить. понимаете. Вот, это очень важный момент, который отделяет как раз эти как бы негативные сценарии старости от позитивных. А, то есть вот эти два типа, да? То есть негативные старости вот это непринятие. То есть я старость признаю, но не принимаю. С чем это связано? С тем, что, собственно, я в ней не вижу, грубо говоря, ничего хорошего. Я вижу одного читания. Я слабее, энергии меньше, болезней больше, некрасивее, никому не интересней, как бы, да? То есть общественная роль, то место рабочее, где-то я занимал пользу с каким-то признанием, уважением, теперь я никому не нужен. То есть я вижу, то есть как бы только минусы. Да? И здесь, возможно, опять же, реакции разные. Там, условно говоря, мужественная старость. Если человек достаточно энергичный, силен, у него как бы волевые качества, у него какие-то высокие профессиональные интересы, это как бы непризнание старости как бы в активной модальности, когда я говорю, хорошо, я стар, условно называем это мужественная старость или героическая старость, но я буду делать до конца то, что я люблю. Еще посмотрим, может быть, я сделаю лучше, чем некоторые молодые или зрелые. Вот так. То есть, да, я стар, но я буду делать то и буду жить так, насколько я смогу физически. Да? Так, как я жил раньше, когда была настоящая, когда я был зрел. Буду держаться до конца. Стойкий, оловянный солдат. Вот это слово мужественное. Но, возможно, это как бы слабая версия, да, то есть такая, назовем это бытовой старостью, можно какие-то более негативные коннотации, мелочные, ворчливые старости. То есть, когда человек тоже не принимает свою старость, не видит в ней ничего хорошего, но сил, как вот у этой мужественной старости, продолжать, там, не знаю, обливаться, бегать, там, не знаю, там, качаться, там, работать, читать, там, новая литература. То есть, он в себе сил таких не находит. Да? И тогда остается что? Остается жизнь, ограниченная повседневными, бытовыми заботами. То есть, надситуатив, если в мужественной старости, надситуативное временение в горизонте внутри, возрастном, сохраняется, все равно какая-то. Может, я поживу год, а может быть, десять лет старости, а может, пятнадцать. Поэтому при желании, если ты вот эту установку принял, как бы, и следуешь эту сумму с мужественной старости, ты можешь по-прежнему планировать. Сколько сделаю, столько сделаю, но нужно иметь мощную мотивацию и силу внутреннюю, да, для этого. А чаще, конечно же, большее число людей говорит, ну, что планировать-то? Что там надо долго загадывать? Что я могу сделать? И поэтому, а что-то остается? Остается бытовые заботы о здоровье, приготовить, поесть, там, ну, важные на самом деле вещи, но, конечно, это некоторая вот такая, именно, то, что называется у нас в законодательстве период дожития. Дожитие, вот. Вот это как раз к этому относится. Дожитие, да, то есть вот каком-то, таком, скажем так, негорение, ну, такое вот, теплица. Знаете, жизнь теплится, ну, и хорошо, что теплится. Вот, то есть, и отсюда возникает обида часто в этом состоянии, как бы на что происходит? Она такая рассеянная, неопределённая, обида на жизнь. Мир устроен несправедливо. Почему? Почему так? Что я такого сделал? Но, если мы говорим о позитивной старости, то вот два времени не много, я пытаюсь кратко сказать о них. То есть, хотя хотелось бы много, но скажу кратко. Вот есть старость как завершение, то есть, собственно, когда мы можем излечь из жизни смысл, собственно, понять, что получилось, что не получилось. То есть, все-таки для человека, особенно в культуре, как бы, нового времени, да, и, как бы, сегодня ситуация, постмодерна. Важно прожить жизнь как свою, и важно, чтобы она, чтобы из неё можно было сложить некоторый нарратив или некоторый рассказ. И поэтому это время мемуаров, воспоминаний, не обязательно письменных, не все могут писать, но все могут рассказывать своим внукам, детям, соседям, по лестничной клетке, людям, гуляющим в парке, если они тебя захотят слушать, вдруг повезёт. Да, они всегда хотят, конечно же, но бывает и везёт друг другу рассказывать старые люди, как они жизнь прожили. И вот этот рассказ, он одновременно является таким вот структурированием жизни, извлечением из неё смысла. Вы доделываете последние дела, расставляете точки, запятые, редактируете, убираете неважное, оставляете важное в этом рассказе. Жизнь приобретает завершённость, осмысленность. Это то содержание, которым вы живёте. Вы живёте из прошлого, но не просто, как бы, возвращаете туда, как некоторый подвал памяти, как скупый рыцар обходите в сокровище. Но вы что-то с этим делаете. Это деятельная тоже старость, которая имеет... А, то есть это не вечное брюзжание, какое было хорошо... Нет, я говорю о том, что я работаю со своей жизнью, со своим прошлым, чтобы извлечь смысл. Наконец, третье, то, что я называю ветхой старостью или эсхатологической старостью. Это старость, которая исходит из того, что жизнь закончилась. В какой-то момент старый человек говорит себе, всё, всё, что я мог сделать, я сделал. Уже то, что я могу сделать ещё, ничего принципиально в общем итоге изменить не может. То есть тогда мы получаем два эсхатона. Эсхатон окончательной физической смерти и эсхатон малой. Вот этот акт, некоторая тоже решимость, моя жизнь завершилась. И это отсылает нас к христианской традиции. Когда Христос пришёл, мы вот где-то тысячи лет уже, да, больше, как бы живём после Ждества Христового. Да, то есть, но вообще такая история человечества, с точки зрения христианской, она уже завершилась, окончилась. Но время длится, оно продолжается. Но, в принципе, всё уже совершилось. Ворота ада пали, да. И каждый имеет возможность приобщиться ко Христу, к жизни вечной. И это некоторая свобода для человечества. Вот в этом зазоре между апокалипсисом и воскресением Христовым. И вот то, что я называю ветхим в эстетике ветхого, когда вещь... А? Адрихлевшим. Да, адрихлевшим, или лучше, я бы сказал, ветхим, да, то есть, когда вещь находится на грани бытия-небытия, она ещё существует, но что она такое есть, что, то есть, её содержание, уже утрачивает на этой границе с небытием, потому что, что может ветхая вещь? Только не быть. Что ожидает, как бы, старость, которая призналась, что жизнь в её содержании, как некоторая история содержательная, она завершена? Что ожидает? Только смерть. Но что это означает одновременно? Такой переход возможен тогда, когда у нас есть вертикаль, когда мы можем соотнести себя с другим, с большой буквы, то есть, с Богом. Для кого-то с Богом, для кого-то с истиной, да? То есть, мы живём из другого. И вот здесь происходит великий переворот, как бы возвращение к детству. Но совершенно другое. Там по слабости, по неразвитости, как бы ещё ребёнка, он при других. А здесь я отказываюсь от бытия при себе, от этого при себе бытия, ради того, чтобы открыть себя другого или открыться для другого. И тогда всё приобретает некоторую самодостаточность. Да? С каждой мгновением цену само по себе. Сергей Александрович, спасибо огромное. Беседа может продолжаться бесконечно. С вами всегда очень интересно беседовать, но время наше немалимо. Конечно, немалимо. Спасибо огромное. До свидания. С вами, дорогие друзья, мы тоже прощаемся. Храни всех вас, Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.